Примчал на болты, двигаю в сторону Псковщины. Все приезжали. Пенсионеры на лето приезжают. Сейчас ласточка ходит, так на выходные можно приезжать. А местных я не понял, что здесь местные. Не знаю, может один-два двора. В принципе, срубик-то видите, да, нормой вообще остался, крыша только завалилась. А крышу восстановить можно хозяйство поднять. В общем, наедине с природой. Иногда, конечно, машины проезжают, вот дорога раскатанная. Но это бывает, как я понимаю, очень редко. Крапива кругом, это не европейская крапива. Жжет, жжет. Ну, как известно, все-таки она полезна. Природа как-никак. Человек без природы никуда. От времени постаревшие домики, покосившиеся, в общем, уже стоящие в полной разрухе практически. Это встречается здесь кругом-кругом. Ни одного коренного жителя здесь не осталось. Здесь только покупаются домики и заселяются. В основном приезжим из Москвы, из Питера. Ну, в последнее время из Питера в основном, со слов таксиста. Тишина. О, птенчик. Принял опрометчивое решение и поменял станы на шорты и вот весь крапивой обжегся. Короче, продвигаемся, практически до двери дошел. Покосившаяся дверца, там заброшенный дом. Сейчас опробую. О, что-то тут еще хламец такой приличный. Это шапка, я думал это кролик. Ну, да, вот так вот. Что здесь? Бурить до последнего. Место под солнцем. Что имеем? Заброшка, заброшка. Вот еще винишко стоит, муска. Ну, е. Акварельные краски. Да. Конечно, ноги жжет теперь вообще конкретно. Там это самое отлома. Чехол, короче, всякого хлама тут по навалу. Фотография мальчика. Да, вот так вот. Так вот, здесь какие-то призваки еще обитают. Вот так вот жили. Холодильник, очки какие-то вообще. Да, люди как будто просто собрались и свалили отсюда когда-то. Да, интересно, судьба чья-то. Просто вообще один хлам. Какие-то шмотки остались. В общем, да, вот я вышел снова на улицу. Паутиной все покрылось. Да, под впечатлением, конечно. Ну, таких домиков, наверное, по России хватает, вот. Но, тем не менее, русский дух ощущается. Ощущается такая вот смена эпох. Когда-то здесь кипела жизнь, теперь ее нет. Ах, крапивка прижигает. Ну, вроде говорят, капилу-то полезно, да, если жжет. Душа поет. Просто прекрасная, прекрасная далека. Очень круто, где вы найдете телевизор лучше, чем этот. Ну, безусловно, может быть и есть, но там, где это есть, там есть люди. Здесь людей нет, и здесь вот можно просто восторгаться и отдыхать. Природы смотреть, как шелестят листики, как бегут облака. В общем, природа. То, что, откуда мы, в принципе, и произошли. Вот, это все вот перед моими глазами. И, да, кстати, в одном из заброшенных домов мне повезло. Я нашел все необходимое. Там, некоторые продукты я с собой привез. Сушки, там, это самое, огурцы, помидорчики, сосиски. Это, конечно, покупное, но вот все необходимое для готовки я, конечно, нашел в одном из домов. И поэтому я, в принципе, рад, что не пропал и организовал себе какой-то минималистический стол. Хм. 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 Помните сегодняшний рисунок, где было написано «Бороться до конца». Вот, в принципе, огонь тоже боролся до конца. Но на уши, да, это реальная тишина. Она подобна вечности. И если вот прислушаться и даже пропустить, опустить звуки углей, то тишина здесь просто неимоверная. Это просто нереально. Такого ощущения у меня еще никогда не было, когда вот полнейшая тишина и спокойствие ни единого звука. Бывает какая-то птица где-то вдалеке пролетит, и это можно слышать, но тишина реально давит на уши. Что-то вообще такое особенное в этом месте. В общем, с добрым утром вас. Так, надо, короче, это с отрицата холодненькой водички из под родничка. Вот, чтобы быть здоровым и жить дольше. В общем, как бы, ну вообще, в первую очередь, чтобы не пить всякую химозу. Ну вот, в принципе, здесь даже оформили, смотрите, да, так нестячно. Откуда она идет? Идет она вот по трубе, по трубе, по трубе. Так. Откуда, откуда, откуда? А, вот и сам родник. Ну, прикольно. Вот еще написано, земляки, родник это наше общее достояние. Не лезьте в него, кто попал, останемся без воды. Есть люди, которые им занимаются. Вот так вот здесь табличка даже написана. Важно? Не, не лезь. Помогите. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Ну что хочется сказать, конечно одного дня деревушки-то мало, хотелось бы побольше, да вообще целое лето наверное провести, а может быть и какую-то часть зимы, ну мне понравилось, советую все